Девушки отдыхают В Доме печати открылась фотовыставка легендарного рязанского фотокорреспондента Станислава Пастушенко. 26 апреля ему исполнилось бы 80 лет. Станислав Андреевич Пастушенко был одним из самых известных фотокорреспондентов Рязани в 60-80-х годах прошлого века. Практически ежедневно его снимки публиковались в областной прессе. Тогда в Рязани выходили две общественно-политические газеты «Рязанский комсомолец» и «Приокская правда». И обе располагались в Доме печати. Здесь же в полуподвальном помещении размещалась оборудованная фотолаборатория. В одной из кабинок хозяйничал Стас или, как ласково и по-свойски называли его все журналисты, пастух. Здесь идут рязанские журналисты. Это колонны рабочих и вот группа журналистов, которые выполняют работу профессиональную. Вот они сфотографировались. Как окрестили коллеги, это вот рязанский стиляга, первый рязанский стиляга. И Стас, он улыбается, он еще молодой. То есть таким его мало кто запомнил, только из таких вот уже ветеранов журналистики. Станислава Пастушенко коллеги считали эталоном фотокорреспондента. Он не ждал заданий и являлся в редакцию к планерке уже с готовыми фотографиями и подписями к ним. От него лиц сотрудники узнавали, какие события происходят в городе и области. У него был расписан впереди все праздники. День комсомола, это само собой, день химика, день речного флори и так далее. Я вот, не знаю, удивлялся, он умудрялся. Старик, у нас вот такой праздник, сейчас вон так тут придут. Куда он не пойдет? Если бы у нас шахтеры были, он все равно бы девушку нашел. Он всегда девушек снимал, вон там посмотрите, многие публиковались. Какой бы не был там день химика. Едет на нефтезавод и обязательно привозит парню и девушку красивую. Ну, наверное, кто комсомолит читал, думали, но они, наверное, не ошибались, что самые красивые девушки это в Рязани. Шутки-прибаутки, веселые истории из жизни самого Стаса в его авторском пересказе делали свое дело. Передовики производства расслаблялись и дарили фотографу естественную улыбку. Но, наверное, больше всего Стас любил снимать женщин, и эти фотографии тоже есть на выставке. На ее открытии воспоминаниями о Станиславе Пастушенко поделились его племянницы Ольга Сумина и Галина Макарова, внучатый племянник Антон Сумин, друзья и коллеги. Когда он тяжело болел, я вспоминала Моцарта. Жизнь эта улыбка тогда, когда по лицу текут слезы. Никогда никому не жаловался. Но еще он действительно был оптимистом, любил жизнь и умел останавливать ее мгновение. Вот эти мгновения сейчас прибавят. Этих черно-белых отпечатков со штемпелем редакции на оборотной стороне могло бы остаться для истории значительно больше, но почти весь архив Пастушенко был утрачен после его смерти в череде смены собственников и учредителей редакции. То, что попало на выставку, любезно предоставило региональной организации Союза журналистов России Антон Сумин и Александр Потапов. Председатель Рязанской организации Союза журналистов России Галина Зайцева обратилась к друзьям и коллегам Станислава Андреевича с просьбой продолжить поиски его фотографий для последующей подготовки фотоальбома. Он их щедро раздаривал нам. Он снимал наших детей, он снимал нас на работе, он снимал на отдыхе. И эти снимки, они есть у каждого из нас. Есть такие творческие планы, творческий проект создать премию памяти Пастушенко, которая будет ежегодной и которая будет награждать фотографов, рязанских фотографов именно репортерского жанра за хорошие репортерские находки. Там, где появлялся Пастушенко с фотоаппаратом, не оставалось места угрюмости, испарялся натужный официоз. Как художник, он лелеял в себе внутреннего ребенка и не обижался, когда с ним не хотели общаться на такой же волне. Так приоткрывалась дверка, через которую к нему заглядывало вдохновение. И даже порой слегка нерезкие его кадры выглядели в газетной полосе превосходно, потому что это был взгляд на мир глазами счастливого Пастушенко.